привет любимые мои вот такой вопрос поступил здесь на youtube в комментариях хотя чаще вы задаете вопросы мне в моем телеграм канале кто еще не подписался ссылка под видео в описании и в подсказках вопрос звучал так у меня есть знакомая девушка парень которой переспал с другим парнем будучи с ней в отношениях она его за это бросила и возненавидела двойные стандарты я не поняла причем здесь фраза двойные стандарты я просто пересказала вам один в один этот комментарий и что я хочу сказать по этому поводу конечно же если парень не предупредил свою девушку когда у них завязывались отношения что он бисексуален и что ему нужны другие парни и у него произошел интим с другим парнем то это уже не важно какого пола был человек с которым у него это произошло мужчина или женщина это все равно измена неизменный мы называем те случаи когда мы обговорили и договорились что такое измена измена это обман предательство введение в заблуждение вы вступаете в отношения и чаще всего автоматически в нашем обществе принято что по умолчанию отношения эксклюзивные то есть и мужчина и женщина хранят друг другу верность они не спят ни с мужчинами ни женщинами и если вы не обговорили дополнительно что между вами возможны какие-то другие контакты но сексуальные с другими людьми то конечно же это будет измена потому что по умолчанию договор ты моногамный а в любые не моногамные варианты в том числе и если вы нуждаетесь в отношениях со своим собственным полом в дополнительных отношениях к основному партнеру конечно же это нужно обговаривать и если это происходит да это тоже измена почему конечно же в вопросах измен очень часто люди уходят в такие дебри что начинают считать изменой переписки флирт лайки в соцсетях соцсети прям добавляют огня в отношениях и поводов для конфликтов и ссор мессенджеры эти все бесконечные раньше это было проще согласитесь сейчас столько соблазнов вокруг просто кошмар кто-то считает просмотр порно изменой согласны то есть вот уже вот очень много нюансов и конечно же в идеале нужно вот обговорить все детали что именно вы считаете изменой в отношениях но вот такие вот детали как переписки флирт лайки порно мастурбация это уже скорее какие-то частные случаи лично ваши заморочки которые нужно вам лично обсудить если они у вас есть но в целом я бы не сказала что это по умолчанию является изменой по умолчанию является изменой секс с другими людьми неважно оральный генитальный анальный какой угодно любой секс потому что да есть я встречала таких людей которые говорят куни это неизмена или нет это неизмена ну подумаешь отсосала в машине ну то есть ничего такого страшного а есть еще прикол когда люди говорят в презервативе это неизмена встречали таких согласитесь напишите пожалуйста в комментариях кто таких встречал я встречала но это конечно кринж потому что неважно в презервативе без куни не куни это все это все уже измена это уже сексуальный контакт и если вы об этом не договорились дополнительно то это предательство да вы обманули вы обманули вы нарушили ваши моногамные договоренности уже когда вступали в отношении вы договорились что вас отношения мы живем в таком обществе где любые отношения если не существовало других договоренности дополнительно они по умолчанию моногамные и что что вы захотите вы мальчик захотели секс с мальчиком это значит что вы не нужны об этом договориться поставить партнера в известность конечно же здесь нет никаких двойных стандартов это самое банальное обычная измена и никаких разночтений здесь быть не может согласны со мной пишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу где вы здесь вообще увидели в этой ситуации двойные стандарты их здесь нет и в данном конкретном случае то парень был вообще не прав и вообще что люди думают когда они вот изменяют они надеются что об этом никогда никто не узнает скорее всего и но в каких-то случаях люди живут годами и по двадцать и по тридцать лет и реально не знают хотя я не очень в это верю что вот можно вот на самом деле никак не догадываться не чувствовать ни на каких мелочах не ловить мне кажется просто в этих случаях кому-то очень выгодно закрывать на это глаза но не верю я что можно изменять и не оставлять ни малейших следов ни малейших признаков просто кому-то очень не хочется открыть глаза и поверить и находятся какие-то причины уговорить себя что нет нет у нас этого точно нету но на самом деле прям изменять и не спалиться так что вообще никто не догадывался это такое величайшее искусство которое доступно единицу правда пишите пожалуйста все что вы думаете по этому поводу задавайте мне еще вопросы не забывайте подписываться на мой телеграм-канал ссылка под видео в описании и в подсказках я вас люблю целую пока пока